То, что работа, выпускная, квалификационная работа, бакалавра, магистра или даже диссертационная работа на соискание степени кандидата наук, доктора наук, выставляется в открытый доступ на сайте Казанского университета, это есть прежде всего защита авторских прав самих же авторов. Почему? Объясняю. Если, например, работа бакалавровская или магистра, она не опубликована в открытой печати, то есть нет ссылки на соответствующую статью в журнале или в другом каком-то периодическом издании, то было бы очень тяжело спорить с авторством. Тогда же, когда эта работа находится на сайте университета с датой размещения, то никаких сложностей с идентификацией авторства не возникает. Далее, эту работу, конечно, может недобросовестный пользователь взять, скачать, переслать на другой сайт, выставить от своего имени на продажу, но самое главное, что эта продажа абсолютно бессмысленна. Она ничего не дает, потому что воспользоваться этой работой уже нельзя. Она находится в открытом доступе. Сейчас все выпускные квалификационные работы во всех высших учебных заведениях Российской Федерации должны проходить проверку на систему антиплагиата. И если кто-то купил вашу работу, выдал ее за свою и пытается ее представить как собственный труд, то у него ничего не получится, поскольку система антиплагиат тут же найдет совпадение с той работой, которая опубликована на сайте Казанского университета. И ничего хорошего для человека, воспользовавшегося этой нелегальной копией, не сулит. Следующий момент заключается в том, что помимо защиты авторских прав, такая открытость позволяет всем работодателям, общественности судить о качестве образования в Казанском федеральном университете. Если работа действительно написана, хорошо опубликована, на сайте размещена, то каждый может посмотреть, какого уровня работы, во-первых, выполняются в Казанском федеральном университете, каков личный вклад автора, работодатель может оценить все компетенции и так далее. То есть это, опять же, только плюс в так называемом портфолио выпускника Казанского университета, да и любого другого университета Российской Федерации, поскольку в третий момент существует юридическое основание. Согласно приказу Минобранауки от 29 июня 2015 года, номер 636, все выпускные работы, естественно, кроме тех, которые выполнены в закрытом режиме, содержание которых может составлять государственную тайну, обязаны быть выставлены в открытом доступе на сайте университета в депозитарии библиотеки или где университет посчитает возможным это выставить. Таким образом, все работы проходят перекрестную проверку, видно, что никакого плагиата нет. Исключается сразу же ситуации, которые были, ну скажем так, очень сильно распространены лет 10 и более назад, когда одна и та же работа могла быть представлена как выпускная работа, как дипломная работа. Во многих университетах, во многих институтах по нескольку раз. Вы знаете, есть такие работы, которые защищались по 10-15 раз. Одна и та же работа. Естественно, вся такая возможность исключена. То, что эмоции перехлёстывают, я не понимаю, с чем это связано немножко. Возможно, с тем, что мы сейчас находимся на карантине и все очень кривно отслеживают все новости по интернету, поскольку размещение всех работ уже ведётся несколько лет, и в предыдущие годы никаких вопросов это не вызывало. Ну, видимо, сегодня какие-то недобросовестные пользователи решили воспользоваться онлайн-работой, подработкой, разместить такие работы на сайте, который называется workspay.ru. Этот сайт позиционируется как некая платформа, но эта платформа обязана убрать из открытого доступа все работы, которые заявлены, что они не являются, не принадлежат тем людям, которые их разместили. Требуют справки о том, чтобы можно было подтвердить своё авторство. Я считаю, что никаких справок здесь не надо. Если хотят наши студенты и выпускники получить такие справки, мы, конечно, такую возможность им предоставим. Но главной справкой является размещение вашей работы на сайте Казанского федерального университета с точной датой указания, когда это было размещено.